МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Закам на вагне, селинга в отступлении и улану Дэнка в заложниках. Думаю, что я теперь не достану мошенник. Спектакль с печальным финалом. Как мошенники обманывают простых людей. Почему они не могут донести до урна? Здесь же куча урн. Ну, это воспитание. Конечно. Сменили пиджаки на одежду для огорода. Депутаты горсовета убрались в сквере имени Пушкина. Например, в прошлом году к нам приехало 600 туристов из Тайвани. Топ-3 в ДФО. Бурятия – один из самых привлекательных регионов для туристов. Я болею за село. Вот честно. Мне хочется, чтобы в районах работа тоже велась. Новое правительство в Бурятии. Чем будут заниматься молодые чиновники? Ну, что за мазетивый? Неправильный мужик. Настоящие мужики на АТВ. Смотрите наш тематический эфир в воскресенье. Я, Намжил Коновалов. Вы смотрите новости на АТВ. Здравствуйте. Начнем со свежих подробностей об истории загадочного исчезновения Сысек Буиновой и Станислава Нарбоева. Напомню, они пропали в ночь на 12 апреля. В следкоме заведено дело об убийстве. Ведется расследование. Вчера вечером в отряде Лиза Алерт сообщили, что поиски молодых людей временно приостанавливают. Как пояснили волонтеры, это необходимость всего лишь на один день. Сегодня специалисты обрабатывали и проверяли всю поступившую информацию за время поисков. Активные действия приостановлены. Пока правоохранительные органы и координаторы работают с собранной информацией. Назвать точное время возобновления активных поисков мы не можем, потому что позвонить и поставить новые задачи могут в любой момент. С исчезновения Сысек и Станислава прошла ровно неделя. За это время нашли машину девушки. Авто было без номеров. На стекле следы крови. Изучаются кадры с камер видеонаблюдения, которые, возможно, встречались по маршруту передвижения пропавших. Все это время в поисках участвуют все неравнодушные. Порядка 500 человек и 70 машин ежедневно. Волонтеры наткнулись на лужу крови в сотых кварталах. Она взята в работу на экспертизу. Вот лично мной вообще полностью весь лес обследован. Вот с этим мы сталкиваемся, что люди не понимают, как искали. Я на четвертый день, вот где все волонтеры проходили, я нашел часы, нашел банковскую карту. То есть вот они прямо вот лежали у речки, но элементарно не увидели этих вещей. То есть нет, это давно утерянная карта, но выглядела очень свежая. Часы, они старые уже, может, вот и два лежат. В любом случае, пока ничего не нашли, люди не оставляют шанс какой-то, что они все-таки живы. Если вам что-то известно о нахождении с Исекой Станислава или вы владеете какой-либо важной для следствия информацией, сообщите по телефонам на экране. О том, что произошло в республике за последние сутки, расскажет Алтана Мункуева в нашей традиционной рубрике «Главное за день». Коротко о паводковой обстановке в республике. Ликвидация ЧАЭС продолжается. В Прибайкале прошли взрывные работы для продвижения шуги. Уровень воды в Селенге стремительно падает. Сейчас в зоне подтопления более 300 участков и 30 домов. За обстановкой следят спасатели МЧС. Они исследуют территории с помощью беспилотников. Напомним, в Бурятии введен межмуниципальный режим ЧАЭС. Селенга залила более 500 участков в прибрежных районах республики. Всему виной ледяные заторы. На одной из ферм Мухашибирского района произошел страшный пожар. Огонь охватил сельхозтехнику и стайки для животных. Стихия подобралась к запасам нефтепродуктов. Выяснилось, на территории фермы было около 2000 литров солярки. Была угроза взрыва. Это усложнило работу пожарным. На ликвидацию огня ушло почти 4 часа. После тушения пожарные обнаружили 51-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение паров дизельного топлива от искры механического или статического происхождения. За камни огнеборцы спасают лес от крупного пожара. Работа усложняет местность возгорания. Пламя охватило гору с крутыми склонами. Специалисты вручную отрабатывают кромку пожара, взбираются к месту с 20-килограммовым ранцевым огнетушителем за плечами, а затем спускаются к подножию горы для заправки и далее по новой. В работе задействовано почти 80 человек. Усложняет ситуацию сильный ветер. В железнодорожном районе улан-уденец ради бутылки спиртного устроил разбой. Во время затяжного запоя мужчина получил отказ от супруги на финансирование новой порции алкоголя. Долго не думая, он взял нож, надел балаклаву и отправился на грабеж в ближайший офис микрозаймов. Угрожая сотруднице конторы, разбойник сорвал куш в 10 тысяч рублей. 35-летнего улан-уденца задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело. Жительница Якутии нажилась на военном из Бурятии. По данным СМИ, она волонтерила в Улан-Удэ, где и познакомилась с мужчиной. Во время продолжительного общения девушка воспользовалась его доверием. Заполучила банковскую карту с пин-кодом, которую должна была передать родственникам бойца СВО. Но одним миллионом 160 тысячами рублей воспользовалась сама. Девушка вела свой блог и продавала курсы под названиями «Влюбись в себя» и «Как выйти из долговой ямы». Возбуждено уголовное дело, блогеру грозит до 10 лет тюрьмы. Гражданку Монголии задержали из-за 50 килограмм лука севка. Женщина пыталась провести его через границу в пяти пакетах. Выяснилось, продукция входит в список товаров высокого фитосанитарного риска. На них нужны специальные документы, таких у гражданки Монголии не оказалось. На нее выписали протокол. Лук остался в России. Аферисты продолжают обманывать жителей Бурятии. Злоумышленники на другом конце провода способны разыграть спектакль, чтобы втереться к нам в доверие. Зачастую по такой схеме работают сразу несколько мошенников. Все просто. Один говорит, что у вас какая-либо проблема. Например, ваш аккаунт в госуслугах взломали. После этого аферист переключает вас на своего напарника, который продолжает пугать свою жертву. А после предлагает пути решения. Чаще всего звучит так. Переведите все свои накопления и кредитные деньги на такой-то счет. Иначе вы все потеряете. Деньги не достанутся мошенникам только в одном случае, если вовремя бросить трубку и обратиться в полицию. Аферисты притворяются работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов, работниками здравоохранения, мобильными операторами и даже вашими родственниками. Техподдержка портала госуслуг никогда не будет звонить гражданам и сообщать о взломе их личного кабинета или о попытках взять их кредит от их имени. Аферисты утверждают, что в избежание негативных последствий необходимо как можно скорее закрыть кредитные счета, открыть и взять новый кредит, а затем перевести денежные средства на специальный защищенный счет. Помните, безопасных счетов не существует. Мошенники обрабатывают свою жертву по несколько дней. Главная их задача – внушить человеку чувство страха. После этого он легко становится марионеткой. Если вам поступают подозрительные звонки, обращайтесь в полицию. Депутаты горсовета Улан-Удэ сменили официальные костюмы на одежду для огорода. Взяли мешки, грабли и лопаты и пошли убирать сквер имени Солнца русской поэзии. Наш корреспондент Дорш Сибинанов решил у них узнать, почему люди все такие ленивые и как нужно правильно подавать идею субботника. С улиц города уже вывезли 902 кубометра разного мусора. Это примерно 137 вот таких камазов. На улице вышли больше 5000 человек, но месячник частоты еще не закончился. Мы в сквере имени Пушкина. Грабли в руки взяли и депутаты Улан-Удэ. Уже успели убрать? Ну пока немного. Я уже пару мешков выставил, уже вытащили. И как в целом? Сильно замусорят в этом сквере? Честно, в прошлом году было больше мусора. Как думаете, что влияет на людей? Почему они не могут донести до урн? Здесь же куча урн. Ну, это воспитание, конечно. Где-то из семьи идет, а где-то, может быть, друг перед другом где-то. Поэтому учить надо. Конечно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но и тут можно подобрать интересный подход. Депутат Саян Джанчипов его нашел. На уборку в его округе пришли почти 100 человек. Мы придумали эти чистые игры, тем самым хотели завлечь народ, придумали различные призы. У нас были такие, как за самую оригинальную находку, за приз выдавали. Потом выдавали призы за большое количество мусора. Ну и в конце подвели итоги, поздравили друг друга и привели чаепитие на округе. Ели плов, бутерброды. Получился типа пикника. Общегородской субботник пройдет 20 апреля. В этот день полигон Вахмистрова будет бесплатно принимать мусор до трех кубов с одного человека. Сдать можно все, кроме строительного мусора. Возрастное ограничение 0+. Месячник чистоты поддержали и на Верхней Березовке. Сегодня от мусора избавились на территории Датсана Хамбын-Хуре. Студенты и сотрудники этнографического музея всего за час собрали несколько десятков мешков. Как это было, знает Марьям Восканян. Месячник чистоты в Улан-Удэ продолжается. Сегодня сотрудники этнографического музея и студенты многоуровневого колледжа приехали на территорию Датсана на Верхней Березовке, чтобы убрать мусор. Здесь фантики. Очень много сухой травы. Ленточки, упавшие с деревьев. Вот если честно, вас заставили? Нет. Надо же поддерживать чистоту на своей планете, территории. Мусора мы собрали сегодня очень много. Потому что в последнее время был ветер, видимо, мусор принесло с других мест. Это картонные коробки, пенопласт и другое. Поэтому старательно убираем, стараемся и мы рады помочь. Бывают эти остатки химорины, которые на деревьях вешают. Но лучше желательно не вешать. Специально отведенные места у нас есть там, за территорией Датсана, лучше там вешать. И на живых деревьях лучше не вешать. Плохо деревьям. В году два-три раза где-то уборку делают. Хотел бы поблагодарить их. Но будем делать это хорошо. Чистоту уборку Датсана делают тоже хорошо. Вообще, на самом деле, история с волонтерством. Нас очень много тесно связывает. Многие приезжают к нам помогать в этнографический музей. Вот сегодня, например, убираются, у нас помогают сотрудники бурпроводнадзора. А мы своим коллективом, помимо своего музея, конечно, приезжаем, помогаем нашим соседям, Верхнеберезовскому Датсану. И призываем всех жителей Верхнеберезовки, всего города Улан-Удэ, выйти на субботники и сделать наш город чище. Ура-шам! Мариам Восконян, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Например, в прошлом году к нам приехало 600 туристов из Тайваня. Топ-3 в ДФО. Бурятия – один из самых привлекательных регионов для туристов. Я болею за село. Вот честно. Мне хочется, чтобы в районах работа тоже велась. Новое правительство в Бурятии. Чем будут заниматься молодые чиновники? Ну, что за мужики? Он не так и здорово. Неправильный мужик. Неправильный мужик. Да. Настоящие мужики на АТВ. Смотрите наш тематический эфир в воскресенье. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки тефтелей с рисом по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Чипсы «Пан-Пан» всего за 99 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Бурятия в тройке лидеров по турпотоку в ДФО. За прошлый год в Солнечную Республику посетили более 800 тысяч туристов. Это на 160 тысяч больше, чем за 2022 год. Сегодня в Национальной библиотеке собрались те, кто может называть себя лицом нашей республики. Гиды и туроператоры. Это их первый профессиональный съезд за всю историю. Что они обсудили, расскажет Антон Симонов. Весь туристический цвет республики в одном месте. Гиды, водители и туроператоры за три дня обсудят, как сделать Бурятию еще привлекательной для гостей. Мы стараемся какую-то профилактику проводить, чтобы людям рассказать, что нужно, чтобы стать гидом. Какие направления у нас востребованы, популярны. На каких маршрутах скоро будет большой поток туристов. И вот как раз съезд для этого. Сейчас гиды в Бурятии востребованы как никогда раньше. Только за прошлый год республику посетили более 800 тысяч туристов. Мы видим, что Байкал и Республика Бурятия стало интересно и для иностранных гостей. Например, в прошлом году к нам приехало 600 туристов из Тайвани. До этого вообще статистика не регистрировала оттуда туристов. На этом съезде мы как раз поговорим об этом. Какое же место Республика Бурятия занимает на туристической карте России. Наверное, самая большая гордость это то, что я аттестована в Бурятии и в Иркутской области. Ну а вообще проводятся курсы для тех, кто желает повысить свой профессиональный уровень. Тех, кто желает получить аккредитацию и спокойно работать. Аккредитация – серьезная вещь. С 1 июля гидов, не прошедших аттестацию, оштрафуют. Сейчас в Бурятии около 300 экскурсоводов, но только 47 получили лицензию. Со стороны аккредитации я думаю, что это возможно и правильно, потому что людей необходимо подталкивать для того, чтобы все было официально, и люди начали работать в более белом положительном фоне. И сам я тоже собираюсь аккредитоваться. В Бурятии новое правительство. Конечно, речи о серьезных политических перестановках не идет. В республике сформировали совет из молодых и амбициозных людей. Он так и будет называться – молодежное правительство. Чтобы попасть туда, нужно было написать эссе и пройти собеседование. Кого выбрали и чем будет заниматься новый орган, расскажет Алина Котова. Наша работа совместная должна приносить пользу республике. Вот он – новый совещательный орган Бурятии – молодежное правительство. В него вошли 15 человек от 18 до 35 лет. Среди них есть и учителя, и журналисты, и предприниматели. На первом в своей истории заседании выбрали председателя и двух замов. Этот коллектив станет своеобразным мостом между молодым населением и властями республики. Я из Кабанского района, села Картаково. И там мы выигрываем конкурсы грантов на то, чтобы продвигать молодежные проекты. За последние пять лет мы около полутора миллионов, наверное, привлекли. Я болею за село. Вот честно. Мне хочется, чтобы в районах работа тоже велась. Молодежное правительство есть в 50 регионах России. На Камчатке, например, оно работает уже 15 лет. Структура, как и у основного органа власти – председатель, зампреды и профильные министры. Однако в Бурятии решили пойти иным путем. Вместо министерств создадут комитеты. Каждый из них будет курировать определенный проект. Мы возьмем, наверное, лучшие истории, лучшие практики из других регионов. Самарская область, по-моему, называется рабочая молодежь. То есть прям охватывает очень сильную молодежь, которая ищет работу и объединяет работодателей. Будем подбирать такие проекты, которые именно в нашей республике, с нашей конъюнктурой работал бы хорошо. Молодежное правительство Бурятии будет работать на общественных началах, то есть без зарплаты. Свяжем с министерствами и ведомствами, закрепим эти проекты за определенными кураторами. Думаю, что вот этот старт в молодежном правительстве будем рассматривать как и определенные социальные лифты. С проектами и направлениями молодежное правительство еще определяется. На это есть две недели. В течение этого времени орган составит годовой план работы. Его разместят на сайте Министерства спорта и молодежной политики. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Каждое воскресенье мы посвящаем определенной тематике. На этих выходных 21 апреля в эфире АТВ вы увидите сюжеты, программы и фильмы про настоящих мужчин. Включайте наш канал на 21 кнопки и смотрите лучшее, что мы выпускали о бурятских мужчинах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что за мазитивный? Так и что. Неправильный мужик. Неправильный мужик, да. Это Федя мой, рыжий. Рыжий мой кот. Заставляли носить эти протезы, но было больно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда еще в поселке Хоринск, республике Бурятия, посчитал необходимым быть здесь. Просто заступился за эту девушку, как бы, и вот вернулся, и он ножом меня ударил, ножом. Но я не сдаюсь. СМЕХ Недетские страсти в 42-й школе. Накануне там сразились 4 команды по мини-футболу. Соперникам всего по 13-14 лет. Однако на поле они настоящие профессионалы. Ребята отстаивали не только честь учебного заведения, но и боролись за призы от депутата горсовета Дмитрия Турченюк. Кто оказался лучше в защите и нападении, знает Антон Симонов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это была небольшая разминка Дмитрия Юрьевича Турченюка перед турниром по мини-футболу среди четырех школ 42-я, 41-я, 59-я и МГЛ. Кто выиграет, сейчас узнаем. Сейчас хорошая погода, отличный газон. Сейчас первый матч будет очень интересный. Будет 42-я и 41-я школы играть. Наша 42-я школа победила в железнодорожном районе, заняла первое место в кожаном мяче. Сейчас будет играть на город. Поэтому ребята реально играющие, что называется, на футбольном языке в порядке. Расклад такой. Четыре команды по восемь человек. Каждая играет с каждой. Ребята 2010-го, 2011-го года рождения. Но на поле не только мальчики. Работаю еще тренером. Одна девочка у меня занимается. Наверное, по игре выделяется она, наверное, среди остальных девочек. А другие просто любят футбол. Поэтому я взял. У нас как бы не было какой-то задачи выйти, выиграть всех. Просто поиграть, выйти, принять участие активное. Я считаю, что мы не должны получить последнее место. Хотя бы третье. Неплохо. Соперники хорошие. С ними приятно играть. Все хорошо. Приглашенные школы очень рады. И вообще хотелось бы выразить огромную благодарность. Это Дмитрию Юрьевичу, да, Турченюк, что он проводит данное мероприятие, да, у нас на районе. Что родители видят занятость, что вот дети у нас, что это все освещается. Играют ребята не просто за медали и кубки. Дмитрий Турченюк подготовил для каждой команды подарки. Тем не менее, победитель только один. Победителями в турнире становится хозяева в этом году школа номер 42. Остальные места разделились так. Серебро у 59-й гимназии. Бронза у школы номер 41. И четвертое место заняла команда МГЛ. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в соцсетях АТВ. Чтобы не пропустить самое интересное, переходите в наш телеграм-канал по QR-коду на экране и подписывайтесь. С вами был Намжил Коновалов. До встречи в эфире и хороших выходных. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купи колбасу из свинины и получи вторую в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Для вкусного чаепития в Абсолюте. Печенье Орео. Всего за 138 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика ССЭК. Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК. Улан-Удэ Стальмост приглашает на работу электросварщиков, машинистов мостового крана, наладчиков оборудования, мастеров цеха, инженеров-конструкторов. Мы гарантируем официальное трудоустройство, социальный пакет, служебный транспорт в трех направлениях, дополнительное страхование от несчастных случаев, стабильная выплата заработной платы. Звоните 505-505-105-105. Продолжение следует...